Казахстан Делегация представителей НАТО Казахстану в первой половине текущего года передает КАСТАК. Посол Эстонии в Казахстане Ян Ренхольд выразил надежду, что в ходе предстоящих встреч состоится доверительный диалог между сторонами. Как подчеркнул дипломат, Казахстан является одним из активных партнеров НАТО в Центрально-Азиатском регионе, который призывает к сотрудничеству, стабильности и миру. По его словам, будущие совместные мероприятия НАТО и Казахстана будут проводиться в рамках программы «Партнерство ради мира». Речь идет о развитии и обмене опытом в деятельности миротворческих сил. С начала года казахстанское правительство работает без выходных, сообщил первый заместитель премьер-министра Бакаджан Сагентаев, пишет КАСТАК. Я со всей ответственностью заявляю, что правительство не сидит спокойно. Правительство все, что происходит, не безразлично. Я вам скажу, что с 1 января ни одного выходного дня не было в правительстве. Ни одного. Работаем до 10, до 11 часов ночи. Без выходных абсолютно, заявил Сагентаев в ходе круглого стола по улучшению условий для предпринимательской деятельности. Из села Калачи Акмулинской области, жители которого страдают от так называемой сонной болезни, уехали жить в другие районы 16 семей, сообщает Интерфакс Казахстан. Их расселили в Адбасарском, Блондынском, Ерементауском районах. Жители села Калачи начали обращаться к медикам с жалобами на сонливость, потерю памяти и галлюцинации с марта 2013 года. Всем им был поставлен диагноз энцефалопатии неясного генеза, которую в народе назвали сонной болезнью. Многочисленные комиссии, несмотря на тысячи проведенных исследований, до сих пор не назвали точную причину заболеваний. Каспийское море замерзло впервые за несколько лет, сообщили гидрологи Монгостаусского филиала РГП «Казгидромет». Ширина ледяного заберега на Каспийском море составила около 80-90 метров. Согласно прогнозам, на ближайшую неделю температура воздуха прогреется и перейдет в плюсовой режим. Следовательно, лед на Каспии долго не продержится. По словам специалистов, наблюдать курку льда такой протяженности на Каспии – это редкость. Подобное бывает раз в 5-7 лет. Сложности при таком природном явлении возникают у лебедей, которые прилетают на зимовку. «Празднование 550-летия казахского ханства в этом году дает уникальную возможность для создания официальной истории Казахстана в кинофильмах», считает кинорежиссер Бахыт Кайрбеков, пишет Костак. «Сейчас, к сожалению, молодежь меньше читает, больше видит, и в этом плане кино выходит на передний план идеологической работы. И я думаю, что в плане воспитания патриотизма, толерантности у нас сейчас, благодаря заботе главы государства и вообще нашей идеологии, уделяется большое внимание», – сказал Кайрбеков. Он отметил, что на студии «Казахфильм» будет создана серия исторических художественных фильмов, касающихся истории образования казахских ханств. О городских новостях вы узнаете сразу после рекламы, не переключайте. Продолжим выпуск. Застройка новых жилых домов по приемлемой цене от государства продолжится и в этом году. В городском Акимате сегодня рассказали, что жилье по системе жилстройсбережения, арендное жилье для молодых семей и для очередников местных исполнительных органов будут, как и прежде, строить в Нур-Ак-Тубе. Масштабная стройка в Ак-Тубе продолжится и в этом году. Симпатичные многоэтажки возведут в микрорайоне Нур-Ак-Тубе и в рамках государственно-частного партнерства в жилом массиве Юнис-Сити. В общем, несмотря на трудности, о которых предупреждал президент, презентуя программу Нур-Лыжол, в Казахстане не будут сворачивать строительство доступного жилья. Более того, этой отрасли прописано дополнительное финансирование. В этом году на стройке в Нур-Ак-Тубе власти потратят почти 4 миллиарда тенге. В прошлом году там было начато строительство 18 блок секций жилья. В 2015 году эту стройку планируют завершить. Всего будет сдано более 59 тысяч квадратных метров жилья. Жилье по системе жилостороизбережения планируем до конца текущего года. Я думаю, где-то в третьем-четвертом квартале текущего года мы сдать. Это порядка 540 квартир жилья по системе жилостороизбережения, 234 арендное жилье для молодых семей и 207 квартир арендное жилье для черенников МИУ. В новом районе, расположенном близ развязки Храмтаусской и Орской трасс, ориентировочно будут жить 260 тысяч человек. И он будет состоять из пяти микрорайонов, второй из которых уже заканчивают достраивать. Стоимость жилья уже тоже определена. Для определенной категории лиц цены более-менее приемлемые. Квадратный метр жилья по системе жилостороизбережения стоит 100 тысяч тенге квадратный метр. Арендное жилье для молодых семей – 90 тысяч. И арендное жилье для черенников МИУ – 80 тысяч тенге квадратный метр. Это цена, которая установлена Комитетом по делам строительства и прописана в программе «Доступное жилье 2020». Также в этом году в Нур-Октубе предусмотрена сдача школы на 1200 мест и детского садика на 320 мест. Планируется начать строительство поликлиники на 500 посещений в сутки. Также совсем скоро в Нур-Октубе начнется строительство гипермаркета. По линии Самрок-Казна и государственно-частного партнерства в 2015 году планируется завершить строительство трех жилых домов общей площадью 37 тысяч квадратных метров в Юнис-Сити. Но что касается привлекательности условий по программе арендного жилья, которое с этого года должно быть доступно молодым семьям и в 35 лет, власти пока ничего конкретного не говорят. Из Астаны пока в местные исполнительные органы каких-то конкретных поручений по этому поводу еще не поступало. Но изменения все-таки ожидают. Для Зацакева Алексей Уразов, программа «Факт». Градус с ограничением. Совсем скоро с прилавков мелких магазинов могут исчезнуть горячительные напитки. Причина – повышение акцизов на импортную и местную алкогольную продукцию, а также подорожание лицензии на ее продажу. Все это, говорят эксперты, может привести не только к удорожанию горячительного, но и появлению на рынке контрафактной продукции и суррогата. Потребление последнего чревато отравлениями и ростом алкоголизма. Акмарал Майкузова узнавал о мнении специалистов. Давно тема горячительного не обсуждалась так горячо с высоких трибун. Первой причиной стало повышение акцизов на импортный и отечественный алкоголь. В этом году ставка стала больше на 20%. Эксперты теперь уверены – горячительные напитки перейдут в разряд элитных товаров, в том числе из-за того, что подорожала лицензия на его продажу. Теперь, чтобы получить разрешение на реализацию спиртного, необходимо заплатить 200 тысяч тенге. Мелкие магазины уже тихо ропщат. Поднимался вопрос, чтобы многие люди, например, добровольно платили, оплату производили, а не принудительно. Так как многие, например, хотят заниматься алкоголем, это как такого рода приносит доход какой-то. Но из-за финансовых трудностей многие сейчас на данный момент уже люди отказались от своих лицензий. А сколько отказываются? Нету такой цены? Ну, если где-то уже в нашем городе процентов, можно сказать, 20-30 уже отказались. Эксперты хватаются за голову. При таком раскладе народ станет потреблять дешевый алкоголь сомнительного качества. Не исключается из-за силы контрафактной продукции. Медики переживают, как бы ни пошла на смарку вся профилактическая работа. А ведь именно благодаря ей за прошлый год 7-тысячная армия актюбинских алкоголиков сократилась на несколько десятков человек. Если, например, увеличение, и у них, скажем, денег, нету средств, чтобы приобрести вот этот алкоголь, они начнут полностью употреблять что-то другое. Может быть такое. Я до этого говорил, запретный плод всегда сладок. Если, например, мы запрещаем или, скажем, повышаем на алкоголь какую-то определенную сумму, тогда они уже будут искать где-то более дешевле, те, которые употребляют, злоупотребляют алкоголь. Тем не менее, по сравнению с бизнесменами, медики все же сохраняют бодрость духа. К тому же в палате предпринимателей озаботились проблемами мелких торговцев алкогольной продукцией. На сегодня, по сведениям РПП, более 20% компактных торговых точек остались без лицензии. Не осилили сумму лицензионного сбора. Потому палата предпринимателей намерена озвучить эти проблемы на госуровне. Таким образом вырисовывается следующая приблизительная картина. Если в закон не будут внесены поправки, о которых просят предприниматели, то мелкие магазины лишатся возможности торговать алкогольной продукцией. Этим правом будут обладать исключительно супер- и гипермаркеты. Но все равно это никак не повлияет на рост алкоголизма, говорят медики. Ведь, согласитесь, цена на алкогольную продукцию в больших магазинах за счет крупных объемов будет все-таки ниже, чем в мелких точках. И в то время, когда в РПП занимаются самой горячей на сегодня темой, медики призывают население воспитать в себе силу воли. А еще научиться культуре питья. Обязательно трудоустроиться, кого-нибудь полюбить и заиметь полезные увлечения. Только тогда, по их мнению, человеку не будет грозить никакие зависимости. И, как следствие, эти койки, что в наркодиспансере, будут пустовать. Акмарал Майкузова, Жеслан Жубаев, программа «Факт». Сегодня в Октябренском областном суде состоялась встреча с судей, на которой обсудили вопросы, касающиеся итогов ушедшего года и внедрения новых технологий в судебной системе. По итогам оценки качества работы местных судов, наша область вошла в пятерку самых лучших судов Казахстана. Подробнее в следующем материале. На встрече судьи обсудили эффективность внедрения новых технологий в судебную систему. Одним из таких сервисов для работы с населением является онлайн-услуга «Судебный кабинет». За прошлый год в суды через этот сервис поступило 4,5 тысячи исковых заявлений и обращений граждан. Обещает быть востребована информационная система «Турелек». Одним из важных преимуществ этой системы является системой «Турелек» будет внедрена аудио-видеофиксация, то есть видеопротокол будет вложен в систему и каждый гражданин, который имеет по данному делу участникам дела, он может сразу же с интернета брать вот эти видеозаписи. В этом году возросло количество таких административных правонарушений, как управление автомобилем в нетрезвом виде и мелкое хулиганство. Что касается карательных мер, среди тысячи осужденных лишение свободы получили 39%. В сравнении с 2013 годом карательная практика уменьшилась на 3%. Наибольшее количество лиц осуждены за кражи, грабежи, хулиганство, умышленное причинение вреда здоровью. Айшат Ибрагимова, Сергей Калашников, программа «Факт». Охотничье хозяйство в Казахстане не получает должных гарантий и поддержки от государства. Такое заявление сделал председатель правления Республиканской ассоциации общественных объединений охотников и охотничьего хозяйства Хан Сунар Уразбай Абдакаримов. По его словам, вместо этого на объединение накладывается максимум обязательств. Того же мнения придерживаются и октябинские охотпользователи. Для того, чтобы развить охотничье хозяйство страны, необходимо перенять международный опыт. По мнению главы Республиканской ассоциации Кан Сунар, в Казахстане условия для работы в этой отрасли не самые лучшие. Ту же точку зрения разделяет и директор местного охотхозяйства Алгинская Николай Выходец. По его словам, слишком много бюрократии и палок в колеса. Мы, например, взялись за охотничье хозяйство Алгинской. Интродукцию, например, фазана мы делали. Какой государство? Кто что помогал? Одни только палки в колеса мы получали. Но мы сделали. Мы выпустили фазана, и в нашей области появился новый вид фазан. Охоту мы закрыли на три года пока. Но от государства мы никакой поддержки не получали, только, я еще раз повторюсь, палки в колеса. Одной из проблем является то, что сейчас право на пользование животным миром выдается сроком всего на 10 лет. Это слишком маленький срок, считает охот-пользователь. За это время практически невозможно что-то создать. И вкладываться в хозяйство практически бессмысленно. То ли дело выдавать хозяйство на 49 лет, как это было раньше, сетует Николай Выходец. А то, что основная нагрузка расходов охотничьих хозяйств лежит на охот-пользователях, ни для кого не секрет. В то время, как в функции государства входит надзор и контроль. Обо всех прелестях такого контроля Николай Выходец знает не понаслышке. За пять лет владения хозяйством Малгинское это самое хозяйство у него отбирали два раза. Аселькин Жалина, Канат Наспагомбетов, программа «Факт». Это все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. Удачных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова